здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал литовскоязыческие очерки и другие невероятные факты на просторах интернета попалась мне вот такая вот интересная книга литовскоязыческие очерки выдержки из которой я вам и хочу зачитать предлагаю вам ознакомиться с этой интересной книгой исторические следы исследования теобальда город вильна типография такого-то такого 1890 год предлагаю значит вам прочитать эту книгу целиком читать не обязательно так предисловие представляемая на суд образованной публики настоящее сочинение состоит из рефератов или вернее из отрывок целиком взятых из неизданного еще в печати дополняющего обширного труда моего под заглавием полная литовская мифология и свод мнений различные писателей они труд этот состоит из трех томов и вот тут значит можете вы найти для себя интересная книжка вся интересная очень рекомендую вам ее прочитать найдете много чего интересного некоторые главы из которой я вам сейчас зачитаю чтобы привлечь вашего вашего внимания значит вот том то так том первый введение в литовскую мифологию боги в действительности чтимые народом побочные божества созданные суевериям народа божества придуманные досужими писателями том 2 верование литовского народа часть 1 верование древних латышей храмы алтари идолы загробная жизнь почитание огня клятва или присяга костность летоисчисления языческое духовенство языческие жертвоприношения языческие праздники свадебные обряды погребальные обряды поминки уничтожение язычества дополнение сведения о загадочной смерти кейстута этнография поверье о растениях поверье о животных поверье о прочих предметах видимого мира народные предрассудки народное суеверие народное творчество значит есть вот тут интересные рисунки в ней можете все это дело посмотреть содержание загробная жизнь по литовскоязыческим представлениям народная творчество древние литовские поверья а из кукушка соловей сова ворон гусь собака волк медведь конь поверья о горах я вам хочу зачитать сейчас вот эту главу всемирный потоп по трем сказаниям хочу вам значит зачитать вот эту вот главу алтис легендарный богатырь в гербе вильны и зачитаю вам вот эту вот главу воздушные чудеса давайте значит поехали вот значит все тут рассказывается так ну давайте приступим в сибирный потоп по трем сказаниям о потопе в период нынешней географической формации земного шара существует три сказания библейская греческая и литовская быть может на дальнем востоке есть сказаний этих и больше но отыскания их дела ориенталистов потоп библейский известен каждому школьнику из ветхозаветной истории богодохновленный бытописатель отозвался о нем и кратко и категорически не определяя времени его и не давая ни малейшего повода к другим произвольным толкованиям и умствованиям между тем некоторые латинские писатели первых десяти веков христианской эры забрели в невылазную трясину фанатических умствований и даже установили год месяц и число всемирного потопа отголоском всех этих писателей явился каноник жмутский стыцковский стрийковский который хроники своей написанной в 1582 году говорит о потопе между прочим следующее но и имевший от роду 600 лет ступил в ковчег с женой своей своею сыновьями симом хамом и эфетом и женами их тетею пандерою и но элою по уверению бироуза а в 1656 году от сотворения мира 17 апреля начался сам потоп то есть обратите внимание ребята точно указана дата год и даже число и месяц ребята стоит понимаете да начался самый потоп который продолжался 150 дней аной жил в ковчеге 13 месяцев ковчег остановился в армении на очень высокий горе таурус а по берозу на горе гордеус по епифаниус уже в карденской стране на горе арарат и любар где и до ныне еще видны останки этого ковчега то есть ребята в 1890 году знали что останки ковчега там есть кричить критический разбор сказаний стройковского и цитируемых им писателей не составляет предмета настоящей статьи потоп греческий также хорошо известным знатокам греческой мифологии а кто в ней ныне не знаком не знаток мы не похвалимся знания славянской мифологии но сознат что что не знаем греческой и римской было бы стыдно все греческие сказания о всемирном потопе сводятся к следующему зевс истребил потопом буйную породу медных людей соответствующую скандинавом скандинавским грим тур сам он послал сильный проливной дождь так что вся л лада покрылась водой и все обитатели ее потонули спаслись только дав калион и пирра по совету прометея дев калион построил ящик и вошел туда вместе с женой девять дней и девять ночей носи носились они по волна а когда гроза стихла пристали к горе и принесли жертву зевсу тучегонителю создание людского рода из камней засвидетельствована греческим мифом о том же о том же де калионе которому после потопа гермес дал повеление бросить через себя кости матери земли то есть камни все камни брошенные им обратились в юношей а тем которые бросила жена его пирра в дев потоп литовский известен тот только из весьма сомнительного источника приводимая приводимого нарбутом в его истории литовского народа том 1 такой такая страница нарбут основываясь на стройковском и лацисском при разработке литовской мифологии выводит какую-то особую градацию а вернее генеалогию литовских богов хотя и признает что народ несмотря на тысячи своих башист чувствовал существование какого-то высшего бога которого назвал которого назвать не умел но веровал что он придет судить род людской в последний день поэтому неведомому богу народ присвоил название а у все и ох я мое виса гистис всемогущий в то время нарбут создает двух высших богов аккапар масса бога всех богов и пан панжемаса или прамжу сына его отца всех богов прамжема значит собственно предопределение судьба рок по нарбуту он признает акпер масса своим отцом начертавших на камнях будущую судьбу целого мира и сознается что он сын не в силах изменить ни одной черты в этих предначертаниях аккапер масс никогда не был богом а значит а значил только известное протяжение времени и как не более одного года празднество честь этого мнимого бога аккать аккать а тиги масс было только праздником провожения старого года и встречи нового прожимас также не был никогда богом но как самое название его был только судьбою всего живущего предназначенную каждому свыше литовский народ как и все другие народы земного шара верил и до ныне верит в судьбу рок верил что всякому человеку назначена своя судьба но ни один народ не считал судьбу своей святостью не молился ей и не приносил жертв славяне также не обогатворяли судьбу рок долю об этом свидетельствует проб копий словами такими-то такими тут на этом на латинском мая кая лович в чтениях по истории западной россии приводит также белорусскую песню о доле и и вот тут значит можете прочитать и еще бы я не раздиралась а лиха доля прицепилась а еще бы я в пелюшках лежала лиха доля за ножички держала еще бы я кола лавки ходила лиха доля за ручечки водила между тем нарбут приписывают при джимасу небывалые качества и силу где-то где-то он нарбут добывал народную легенду описывающуюся всемирный потоп и носящую название сикиме или кляузиме кляузиме так хорошее слово хотя по литовский потоп называется паскин димас а просто а простое наводнение тваной впрочем известно что на что нарбут не знал литовского языка хотя и был природным литвином откуда эту легенду взял нарбут он не говорит но едва ли он не записал ее прямо с какого-нибудь рассказа и по обыкновению не очистив ее критику целиком поместил в первый том на странице 1 так как в ней не сохранилось ни одного имени из числа уцелевших от потопа людей ответственность за достоверность этой легенды все целы остается на нарбуте вот что рассказывает о всемирном потопе сикиме или кляузиме в горном небесном пространстве есть дворец называемым промжун в котором обитает промжимас что означает всеведущий а как власть его распространяется над небом воздухом водой землей и над всеми существами живущими как внутри так и на поверхности их то власти его нет пределов в первые годы мироздания юная земля как и все молодость была прекрасна чиста и дышала блаженством но скоро люди испортились из-за благ земных возникли между ними войны ненависть измена брат убивал брата отец проклинал сына мать дочерей дети родителей однажды промжимас присматриваясь к земле и закон своего дворца был возмущен тем что на ней увидел и не узнал своей земли междуусобные войны наезды разбои тайны и убийства беззакония разврат и все преступления охватили словно зараза все страны и залили лицо земли кровью так это то мой свет так это то мои дети воскликнул где же тот мир и согласие которые я насадил где те добродетели которые населил я в душе каждого сказал он собственную рук рукою отверз врата бездны из которой вызвал двух духов гигантов ванду воду и вейю ветер враждебных друг другу невообразимо свирепых и бросил их на землю земля плоско и кругло словно тарелка обратите внимание ребята про плоскую землю здесь земля плоско и кругло словно тарелка и злобные духи схватив ее за края начали в течение двадцати дней и девятнадцати ночей трясти и колыхать с такую силою что все моря поднялись выступили из берегов залили всю землю с горами и погубили всякую тварь прижимас вторично выглянул в окно в то самое время когда ел небесные орехи которые растут в саду его дворца видя ужасное опустошение земли и заметя что на самой вершине одной горы приютилась несколько пар людей зверей и птиц которых вода готовилась поглотить он сжалился над ними и бросил им шелуху ореха в которую немедленно вскочили все оставшиеся в живых существа и понеслись по водному пространству злобные гиганты бессильны были потопить скорлупу божеск божеского ореха и потому ничего не могли сделать несчастным спавшимся спавшимся в ней наконец сбой бог в третий раз взглянул на землю при виде плавающих на ней отвратительных морских чудовищ среди мрака и бешеных волн ему стало жаль погубленных людей и всех животных он схватил духах гигантов бросил их в бездну и захлопнул за ними ворота море успокоились улеглись реки вошли в свои берега земля просохла зазеленела снова и небо засияло прежним блеском люди звери и птицы рассеялись по лицу небесному земному а одна пара людей осталась в том крае из которого берет свое начало народ литовский и не могли иметь потомство потому что оба были стары когда старики горевали над своим одиночеством прожимас послал им утешение линксмину радугу который посоветовал им чтобы они перепрыгивали через камни которые от того будут превращаться в людей старики начали прыгать но по причине дряхлости своей успели перескочить только по девять раз где перескакивал старик родилась девять юношей где перескакивала старушка появилась девять девушек эти новые потомки и были родоначальниками девяти колен литовских прочие же людские пары рассеявшиеся по земле произвели на свет те народы которые ненавидят литовцев и преследуя их войнами легенду эту воспроизвол крошевский в поэме своей витоле рауда вложив его в ста крови кровей то верхнего жреца рамаиса легендно однако же не выдерживает никакой критики прожимас не мог произвести всемирный потоп потому что не был богом а почитался только судьбой уроком земли исследовали для зависел от того-то свыше так ну ладно тут не буду долго значит читать смысл чем вот этот вот самый автор вот этого труда постоянно вот тут вот он этого стрецковского или стрецковского он его тут значит кастерит я так полагаю этот вот уже как бы за новое вот этот автор видение истории пишет а стрецковский так писал как видать он видел в документах все это дело давайте сейчас вам покажу про этого самого следующую главу про ох ёлки палки великана так поехали дальше алтис легендарный богатырь в гербе города вильны старинно старинная печать города вильны вот так она выглядит ребята то есть ребята что он тут в этом я вам как кратенько потому что читать много как бы кратенько объясню что тут говорится вот этот вот богатырь это значит он из языческих но потом его переделали под христианство то есть старинных языческих преданиях он нес женщину на плечах но потом уже после того как все это случилось христианизация это обратите внимание вот на эту звездочку вот здесь вот то это оказался иисус христос ребята и оказывается что вот этот вот богатырь это есть святой христофор понимаете да а святой христофор оказывается и переводится христоносец то есть ребята те самые христоносцы которые шли сюда на завоевание это не крестоносцы а христоносцы понимаете как все запутано так ну давайте я вам чуть-чуть зачитаю алтис легендарный богатырь с женой на плечах в христианскую эру святой христофор с младенцем иисусом весьма интересен спор историков города вильны о древнем ее гербе происхождение его следующее жил был литве богатырь исполин копия алкида геркулеса по имени алтис которому буквально было море до коленок которому можно применить гиперболу державина ступить на горы горы трещат ли ляжет на море бездны кипят граду коснется град упадет башни рукою за облако бросает и действительно он разрушал целые города раздроблял камнями в щепы корабли топтал ногами неприятельские армии вырывал с корнями огромные деревья и разруливал и разгуливал как как с тросточками в то же время он был и благодетельным великаном отличался своим человеколюбием и справедливостью легенда говорит что он встретил подошвы одной горы страшное чудовище с которым вступил в бой убил его и овладев громадными сокровищами накопленными чудовищем в пещере этой горы киркор книга такая такая древности говорит будто это баснословный богатырь случайно забрал в пещеру дадалиса и забывает что такой гигант которому которому море до колена не поместился бы ни в какой пещере все добыты алтасом сокровищем он отдал одному царьку за дочь его я утериту которая понравилась ему за свою богатырскую силу она была хотя обыкновенного роста но обладала такую силу что схватив быка за рога перебрасывал его через себя как мячик алтис страстно любил свою жену несмотря на физическое различие и всегда носил ее на плечах а она раз расчесывала ему волосы и бороду гребешком величиной в крыло ветреной мельницы он вел бродячую жизнь и какие бы воды не переходил вода его доходила до колен и вот значит ребята тут вот описывается читайте много читать не значит не буду а то с дикцией у меня проблемы как наверно вот на древнем гембе города вильно изображался святой христофор хри христофорус христоносец ребята понятно да трудно доискиваться когда и кем был пожалован в гору этот герр но дело в том что ребята он тут рассказывает и указывает год 1548 то есть до 1548 года герр города вильно был языческим а после вот этой даты 1548 он стал христианским то есть понимаете до какого времени язычество было вы представляете если она сохранилась до 1548 года в вильне то на руси она была еще позже и он значит здесь рассказывает что 1548 потом это значит герб изменили и он уже стал христианским и за место жены на плечах появился иисус христос и появилась значит вот тут вот этот елки иисус христос вот эта легенда вот тут вот написано это вот так вот тут с годами они значит мутят крутят он тут обратно обратил внимание что как бы не 1500 такой не 1548 а 1325 как бы он рассказывает одно и сам же себе противоречит ну ребята читайте все это дело очень интересно вот тут вот особенно про этого христофора так сейчас я вам как прочитаю как значит была эта легенда переписана под этого елки-палки под иисуса христа так и причем интересно что тут еще рассказывает этот автор все как нам рассказывают что мы поклонялись там идолом деревьям этим столбам все это брехня он здесь говорит что стояли храмы языческие и на и или на ихнем месте появились а потом прям на этом же месте появились а потом христианские но тут не написано были ли разрушены эти языческие храмы и построены но он просто написано что появились другие так сейчас я вам значит зачитаю какой она стала легенда а вот она легенда гласит так давно очень давно когда был на свете известный великан по имени аферус по польске аферс он был человек такого огромного роста что в большом пальце своей рукавицы устроил свадьбу сестры и когда умерла его мать то он желая на насыпать над нею могильный курган набрал свой сапог земли и высыпал его над телом матери от чего образовалась гора до самых фарблаков на том же месте где гигант брал землю сделалась пропасть настолько миль глубины насколько вновь насыпанная гора имела вышины на над этой пропастью сел аферус и начал горько оплакивать мать слезы его стекли в бездну и образовалась собой море от того-то морская вода и солона и горько потом аферус пошел путешествовать с тем чтобы отыскать самого сильного и могущественного человека на свете и поступить к нему на службу вот ему и посоветовали чтобы он шел к одному известному царю который не знал никого выше себя и в жизни своей не был знаком со страхом привык к нему аферу встретил весьма радушный прием и был при царе самым доверенным лицом он предполагал остаться при нем всю жизнь до однажды случилось что один из служителей произнос слова черт присутствии царя который при этом перекрестился что ты делаешь спросил царя великан бывший еще язычникам не понимавших христианских обычаи крещусь потому что боюсь черта боишься значит ты слабее его и есть кто-то посильнее тебя в таком случае прощай пойду искать его с этим аферус ушел в пустыню где встретил целый легион черных рыцарей с рогами на головах и с когтями на руках которых держали три зубцы в средине между ними сидел самый черный и самый страшный голова их на троне из людских черепов и костей аферус заревел он кого ищешь еще черта чтоб служить у него а сам черт и есть рявкнул бес и протянул к нему руку аферус начал служить усердно черту не отставал от него и был правой его рукой считалось что черты предпринимали какую-то экспедицию и отправились в нее целым стадом дойдя до перекрестка черти увидали на нем распятие и поворотили назад что это значит спросил аферус то что я боюсь христа ответил 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 на бы небольшой черт боишься значит ты слабее его и есть кто-то посильнее тебя в таком случае прощай пойду искать его расставшись с чертями великан пошел опять бродить по пустыне где христос спросил где христос спросил он у встретившийся ему пустынника везде яко везде сый отвечал пустыне скажи как я могу служить ему молись и трудись тогда обращусь христа молиться я не умею а трудиться готов скажи что мне делать пустынник привел его к реке не звергавшийся с горы через эту реку сказал он никто переправиться не может и тонет на середине ее тебе бог дал силу и великий рост перенеси путешественников на другую сторону ежели будешь делать этого имя христа он примет тебя в числа число слуг своих буду делать это христовой любви ради и исполин начал день и ночь переносить на себе пустынников на другую сторону реку реки подпираясь сосною которую вырвал с корнем однажды он утомлены дневными трудами крепко уснул друг слышит детский голос трижды произношивший его имя великан вскочил и увидел перед собой ребенка вскинул его к себе на плечи и вошел в воду вдруг вода начала бурлить и подниматься афирус первый раз в жизни почувствовал тяжесть под которую начал изгибаться и и сердце его переполнил с неизвестным ему да то ли страхом он поднял глаза вверх и спросил дитя дитя почему ты такой тяжелая мне кажется будто я целый свет несу на своих плечах ты не ошибаешься отвечала дитя не только целый свет но и того кто создал его я христос которым ты служишь крещаю тебя во имя отца моего и святого духа отныне ты будешь называться христофором пастуном всего только перевозчиком христовым с тех пор христофор стал ходить по свету и распространять учение христова за что язычники и побили его камнями и вот тут он значит это все дело разбирает это всю эту историю и говорит как они язычники могли его побить камнями когда он такой огромный и так далее читайте ребята очень интересная книга то есть почему я вам ее предлагаю прочитать история российская переписана вся русская а так как литовское княжество маленькое и как бы на него внимание не обратили то здесь можно найти очень много интересных вещей так теперь значит прочитаю вам очень следующую заметку из этой книги которая рассказывает как там воздушные воздушные ох сейчас подождите секундочку сейчас мы это все дело найдем и я вам зачитаю так так поехали дальше дальше воздушные чудеса не касаясь чудес религиозных поговорим о чудесах исторически то есть дошедшие до нас путем истории но если в самом деле чудеса в природе и можно ли верить историческим сказаниям о них необходимо разобрать вопрос каким образом мог попасть в древние летописи эти сказания кто передавал их летописам и были ли ли сами летописцы настолько хронокронно рассудительны чтобы известь чтобы взвесить обстоятельно каждый передаваемый им рассказ или они заносили его свои летописки легковерно и опрометчиво вообще все сказания в летописях о чудесах пишутся с чужих слов но не со слов самих очевидцев а только слышавших рассказ этих очевидцев последние также слышали от других очевидцев другие от третьих и так далее до бесконечности тех же людей которые действительно видели сами чудо на деле не оказывается но это он конечно привирает потому что ну понимаете да допустим один какой-то крестьянин увидел какое-то чудо естественно что летописи писались они с третьих или четвертых источников один рассказал одному как он тут говорит третьему а его просто напросто этого крестьянина привезли туда кому там к царю там князю к этому кто ну то есть по старшинству и сделали допрос понимаете да так что вот здесь он конечно привирает но кто же такие эти рассказчик и большую частью люди они легковерные или лжецы легковерные люди испугавшись какой-нибудь самого естественное явление природы не имеют ни мужества ни рассудка для поверки явления и выдают его за чудо а лжецы нарочно морочат других вымышленными рассказами своими и нередко довераются до того что потом сами веруют свою ложь и готовы к клясться что чудо действительно свершилось они же уверяют иногда будто были очевидцами известного явления но им не в каком случае давать веры нельзя попробуйте рассказчику такого рода передать вами же сочиненный какой-нибудь анекдот мистического характера вы увидите что рассказчик по истечении некоторого времени вам же расскажет ваш анекдот из башбой ух ты что это с башбою станет утверждать что в происшествии этом участвовал он сам и вот источники для летописцев но когда писали самые летописи знаете значит вот тут то что тут написано я встречал в наших летописцах один такой летописец я встречал и там очень много этих воздушных значит как они чудеса или воздушных чудес я прям еще тогда удивился думаю надо обязательно ролик снять по вот этому летописцу но что то как вылетело из головы а сейчас и найти не могу этот летописец но то что вот здесь вот указывается вот этой книги это я встречал в наших русских летописцах так так летописцы вообще не имеют привычки объяснять откуда они почерпнули сведения о данном происшествии и только заявляют о нем как о факте свершившемся привожу этому доказательства касаюсь здесь только воздушных чудес вера в которые благодаря летописцам переживает целый ряд веков литовский историк шестнадцатого столетия матвей стрейковский опять он этого матвея стрейковского значит тут что то он неровно дышит к нему фроники своей напечатанной в кенигсберге в 1582 году и вышедшей новым изданием в варшаве в 1846 году на странице 307 первого тома пишет в 1269 году по рождеству христовом в польше показались чудеса на воздухе на облаках были видны две сражающиеся армии и даже был слышен лязг оружия стрейковский не называет ни место появления чуда ни источника из которого он его взял но что он мог слышать от кого-нибудь эту сказку а не выдумать ее сам можно дать веру собрание русских летописей такая-то такая такседрильны во дни антиоховы была знамение в яерусалиме ключися являйтеся на воздухе на конях рыщущие оружием зидания то бяши в яерусалиме то ко по иным землям не бяши сего в гусиной летописи такая-то том такой-то яко же в яерусалиме являхуся вы на конях рычащие яху антиохово нашествия 1200 дивы великие являхуся видяхуся люди на небе войска в сброях и разделены на два полка еды с другими бьёхуся оба летопица также свидетельствуют об этих миражах как о фактах совершившихся очевидно летописы не были свидетельными явлениями так Игнатьевская летопись с прибавлением к ней гусиной летость составляет как сказано высшую вторую часть первая из них в списке конца 14 века и начала 15 в 306 листах писана на бомбицине разными почерками принадлежала ипатриевскому монастырю и хранится ныне в библиотеке императорской академии наук под номером 6 на внутренней стороне переплётной доски и на белом листе в трёх местах скорописью 12 век отмечена сия книга ипатерского монастыря слуги Тихона Андреева сына Межуева так 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 давайте сейчас к самим воздушным чудесам так так подождите секундочку так поехали если бы Стрейковский был историком серьёзно относящимся к делу то разумёк бы он так легкомысленно поверить сверхъестественному воздушному явлению или серьёзно повторить следующие нелепости на странице 307 первого тома на следующий 1270 год 20 января в краковской земле в деревне Некель Шляхетная Малго Жата супруга графа Ви Робослава одним новорождением родила 36 живых детей которые в тот же день умерли потом другая по имени Цехина также одним порождением родила 60 детей Авиценна в книге животных пишет что одна женщина одним порождением имела 78 детей также Альберт Великий книги такой-то такой-то говорит что одна женщина в немецкой земле одним порождением привела на свет полтора ста детей но не доношенных и мертвых и каждой из них не было больше мизинца мужской руки это просто детские ливни не станем говорить о передаваемых с тысковскими других чудесах из мира физического they ну-то резинов евarten не , в доказательство что найдены трехметровые люди описывается об этом великане вот я так полагаю что такая Женщина, если с палец они рождались, то она могла хоть сколько их там родить. Так, ну ладно. Достаточно и этих выписок для того, чтобы убедиться, в какой степень можно верить ему, как историку. Даже густинская летопись, раболепно повторившая все сказки Стариковского в разных чудесах и знамениях, сделала ему уступлю только на 36 детей, говоря на странице 344. В лет от 1269, недалече от Кракова, одна пани Вербославского Малгората единым рождением породила детей живу 36 января 21-го. А о прочих же детских линиях, разразившихся единым рождением и состоящих из 60, 78 и 150 детей, посовестилось повторить. Ну, совести не хватило. Но, возвратимся к воздушным чудесам. Вера во все сверхъестественная. Современ к человеку, природа людская склона скорее к веру, к преувеличению всякого события, неже к анализу и к его холодным разумам. Всему чудесному, несбыточному, как, кто верится с удовольствием и так, кто не хочет, чтобы чудесное было, не изведено, однообиходное, материальное, самый рассказ о каком-нибудь чудо передается. Обыкновенно с таким-то поэтическим пафосом и красноречием. Ну, и так далее, ребята. Не буду вас задерживать. Читать очень много. Итак, ролик затянулся. Вот, видите, сколько тут об этих чудесах. Предлагаю вам внимательно все это дело прочитать. Может быть, вы найдете что-то интересное. До свидания.